всем привет котики с вами снова катя мы продолжаем проходить драгонейдж инквизиция и собственно дополнение чужак да и прежде чем мы отправимся на поиски видосалы вот этой вот через иллювину книжные полки я бы хотела вернуться в два места да кстати я взяла с собой блэку том и ранье потому что мне нужна броня черт возьми которого накастует и я без понятия что же сушите давайте я прям сейчас посмотрю что у блэк вала кастует мне броню с вероятностью 10 процентов дает 5 секунд эффекта ходячая крепость нет явно не то при убийстве цель взрывается может броня так максимальная выносливость бонус ключ нет так если вы слышите странные звуки ребята простите пожалуйста моя младшая кошка занимается ночными тг дыками вот я ничего не могу с этим сделать вам надо же мурлыкнула так амулетом становится это активный гвардейский максимум обороны блин я не может что-то сейчас все извините я понимаю что это тупо делать на сериях но мне надо убедиться может что-то из этого бонус при максимальной обороне знаете бонус к броне так как которая туропыра входящая крепость я не понимаю я вообще не понимаю короче какой-то наверное какой-то все таки пассивный возможно очень ладно хрен его знает я не я знаю только то что blackwell мне вешает броню на отряд что просто прекрасно вот на этом моя мысль останавливается я тем временем пойду два места в которых мы уже с вами были я ну я постараюсь пойти в этот эльфийский храм опять и постараюсь сходить на глубинные тропы если там еще хоть что-то живы потому что вы помните мы оттуда убегали спасались бегством потому что там затапливала собственно эти глубинные тропы потому что мы взорвали все что можно было взорвать но там если вы помните осталось бы пара мест закрытых вот этим фиолетовым огнем который собственно нас практически ваншотал и я вот блин я если честно мне немножко стыдно на себя потому что я пипец как ступила у меня же есть вот этот вот прекрасный навык разрядка якоря который мне дали как раз вначале этого дополнения и типа кастуя этот навык я делаю свой отряд из себя временно неуязвимыми и соответственно я могу пройти через этот чертов огонь вот и я хочу все-таки пойти посмотреть что там было за этим огнем потому что как вы помните в эльфийском храме была какая-то записка которая не смогла нормально прочитать а в на глубинных тропах была какая-то лестница сундуком или что-то в этом роде и там была еще записка что не ходите через фиолетовый огонь и он там всех убивает ваншотит пиу 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 па 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 все и такое вот так что если у меня получится все-таки пройти через этот огонь то вы через склейку увидите эти два прекрасных момента а потом мы уже собственно продолжим бегать по сюжету ага тут оказывается все это время был сундук со знаком филандарис охренеть полезная вещь нет так я спустилась по острову где находится вот это святилище это аббатство и смотрите что я нашла обгоревшая записка записка на обгоревшим по краям клочке бумаги оторванным от большого листа с безоблачного неба в башню ударила огромная шипящая молния после этого будто разбуженные ею из тату и волка вышли призраки похоже они кого-то искали единственным словом которое мне удалось разобрать их речи было фенхарел меня не заметили но их все же стоит опасаться эти существа нападают на всех стражников которые и все понятно чел давайте попробуем пробежать вот здесь там филандарис который мне не сильно нужен слушайте я прям как чувствовала что есть смысл пробежаться вокруг острова а еще смотрели что тут есть прикиньте смотрите вот я обошла вот этот вот это аббатство слева и тут собственно нашелся и мини лагерь вот уж не знаю чей так и здесь у нас кусок сильвери то и я думаю что здесь больше ничего полезного нет поэтому я в конце концов все-таки пойду вот к тому местом где была записка а здесь оказывается можно выслушать блэквола ну-ка слушайте вот блэквилл реально выслушать сказал довольно здравую идею потому что мне тоже было интересно понять где мы в черт возьми находимся так и пожалуй я здесь сохранюсь низкое здоровье записки уже нет я начале и похоже подобрала окей и возможно я сейчас сдохну ну ладно видимо я подобрала эту записку все таки просто не успела ее почитать так но я пережила я все-таки пережила этот прекрасный полет а теперь мне нужно все-таки найти проход вот к этому сундуку вот я нашла проход к сундуку ха что тут лежит превосходный пояс сделки с привык сподней все огненные способности сильно улучшаются ценой большого запаса здоровья мне не сильно нравится я пожалуй подожду пока у меня свалится вот это заклинание чтобы прокастовать его заново чтоб я не сдохла от этого огня сейчас я вам покажу собственно где я нашла этот проход все отлично живем в общем вот это зеркало которое ведет к этому сундуку она находится вот здесь в башне увитой лозой вот этот вот иллювиан ведет к забытому святилищу там где мы с вами сражались с кунаре и там где мы с вами отодвигали статую волка и прочее прочее а вот это зеркало ведет нас на это перепутье где собственно все иллювианы наши находятся посмотрите чат мы вернулись и тут все нахрен затопило офигеть а вон есть так блин я чё все капец все чат я отрезана от того места где был сундук потому что вот место с огнем и мне нужно вот здесь было спуститься по краю это место уже затоплено охренеть ох твою ха 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 да уж блин ну вот не посмотрю я чё там было за этой лестницей у огня потому что все затопило к уже здесь вроде хотя подождите здесь же вот я не понимаю почему я не могу взорвать вот здесь эти бочки они же открыли бы мне проход вон там какой-то еще иллювиан есть я не понимаю они живут типа вот 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 эти бочки чёрт возьми в общем я немножко не понимаю что здесь не так пойдемте обратно что ну что топаем дальше по сюжету обидно конечно получилось что я совсем протупила вот с этим якорем и пропустила в итоге то место на глубинных тропах закрытой синим огнем и я теперь не знаю что там я вернулась зимний дворец просто чтобы это восстановить себе зелье короче обидка чат так сюда мы с вами ходили мы смотрели чё там в этом иллювиане было там был сумрук с плюшками которые нам достались большой ценой ценой тяжелой драки так фирилденская птица это же фир нет и не фирилденская нет фирилденская так и тут еще он есть проход какой-то давайте мы его откроем пойдем поуследуем чё у нас тут за а я вообще наверх а я думала что мы на ту скалу пойдем с вами но нет мы пойдем вот сюда так один или вен тут сломан и пройти дальше не представляется возможным потому что я вижу вон там иллювиан я вижу господи я вижу вон там иллювиан вон там вон там скорее всего вот в этих местах мы вряд ли побываем но давайте пойдем сюда но я сохранюсь есть вероятность сушить есть вероятность что мы сейчас с вами попадем в иллювиан который вот мы видели на глубинных тропах там вход еще был завален я вижу какие-то очертания нет я хрен его знает где где я я не понимаю где я смятый листок язык на котором написана эта записка неизвестен но в ее нижней части изображена тучная фигура со связкой ключей и неприятной ухмылкой явно тюремщик некогда ходивший по этим каменным плитам он косоглаз а из-за его спины выходят колеблющиеся линии так ёпта я надеюсь мне не придется не с ним драться а нет я сюда пришла за добычей сейчас вода так надо бить большого ужаса потому что он со своими вот этими портальными вещами висячими сдохнет вар давай 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 дохни 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 чуть-чуть осталось отлично все кайф я теперь могу достать сам так что-то у нас в сундуке броня что шаги приглушает уникальный доспех а еще броня что укрывает броня что шаги приглушает броня что удар утяжеляет прикольно заметки по четвертой попытки сплетение прошло благополучно связано несколько объектов воздействие на энергию дает лучшие результаты нежели одиночное зачарование истратили остаток запаса но это того стоило что я из учтивости разъяснил им перед началом финального этапа работа поправки подложки оправдали себя теперь если возникнет нужда для рецепта можно будет брать ткани менее ценных животных под записями вероятно вместо подписи печать в виде стилизованной головы галлы так слушайте есть вероятность что мы нашли на варико броню потому что собственно если вы помните мы на него надевали сейчас я вам покажу еще раз на случай если кто не помнит мы находили с вами вот этот прекрасный амулет глаз что льет слезы плюс 10 атаки но самая суть этого предмета в том что он дает в бонусы если есть предметы из этого же сета вот то есть типа у нас есть перевес что направляет это пояс у нас есть глаз что льет слезы единственное еще у меня есть ощущение что скорее всего есть такое же кольцо потому что написано что четыре предмета в этом сете есть мы нашли с вами три скорее всего где-то есть еще кольцо и я не знаю где но вот вот возможно можно сделать слушайте офигеть реально лучше всего ля вы посмотрите на эту броньку кайф варик просто в ней офигенный кожа на этом доспехе едва заметно отдаёт живым теплом сам доспех тяжелее чем выглядит но ощущать его вес и тепло почему-то приятно при движении его почти не слышно надев доспеха вы неожиданно быстро к нему привыкаете так у нас три предмета значит у варика еще есть десять процентов скорости атаки и плюс десять процентов скорости передвижения что хорошо единственное я вот не знаю мне нужен конечно четвертый предмет потому что он дает плюс один процент к лечению при ударе я так понимаю что это при любой атаке идет от хилл либо это идет при любой входящей атаке от хилл не совсем понятно по описанию на былин было бы прикольно конечно но я не знаю я не знаю так эскиза доспехов ну-ка татататат так броня что удары тяжелее что укрывает что шаги приглушает блин я бы сделала эту броню на самом деле было бы прикольно ну да ладно я сейчас не хочу уже если честно о варик в ней просто кайф я просто не хочу уже если честно возвращаться опять в зимний дворец делать склейки тут и все поэтому давайте уже пойдем по сюжетам а еще вы наверно слышите мою старшую кошку скале мой рыбка сладко мурмел она принесла игрушечку в надежды что с ней поиграют но я сейчас немножко занята скале я сейчас не могу с тобой поиграть при всем своем желании присти меня в солнышко так а мы с вами можем обойти этот маленький остров нет нет не можем так подожди чат мне надо пойти успокоить старшую кошку все ребенок вроде бы успокоен и не знаю но скорее всего ожидала что я все брошу и пойду с ней играться но я ее просто немножко потискала и она просьба успокоилась что еще нужно котеньки для счастья ну естественно еда и чтобы хуманы не трогали лишний раз я понимаю но скале вот почему-то всегда припирает поиграть именно тогда когда и я как бы не могу с ней поиграть потому что я занята но вот она как всегда так ладно библиотека интересно так записка книги на перекрестке книга с перекрестка и и страницы заполнены разбросанными в случайном порядке буквами и цифрами словно автор писал текст во сне в каждой из книг с этой полки такой же бессмысленный набор символов если при определенном освещении посмотреть на страницы краем глаза начинает казаться что буквы движутся да хоть посмотрим что это за вида сала карта перекрестка эта записка без подписи торчала в книжный пол в книжной полке на перекрестке словно ее оставили для проходящего мимо путника не покидая размеченных троп вокруг много зеркал некоторые могут привести в опасные места немедлить слишком сильно внизу нарисована примитивная карта летающих островов до некоторых из которых на первый взгляд невозможно добраться но мы добрались туда нескольких островов но все еще я не знаю как найти вот это кольцо возможно скорее я предполагаю что скорее всего вот последний предмет из сета вот этого это кольцо но я их и за где она этот тонкий журнал стоял на книжной полке на перекрестке словно его оставили для проходящего мимо путников все записи в нем сделаны разными авторами сбросив камни с дюжины обрывов мне ни разу не довелось услышать звука их падения на дно у этого места нет дна не стоит сюда соваться без веских причин далее запись на кунлате или кунлате блин я все еще не знаю как правильно ударение ставить эммет не пришел на встречу он сказал что по приказу отправился разведывать нижние обрывы снова кунлат все ясно никому не подходить к этому зеркалу так я вас поняла подождите не надо сохраниться что мне страшно я не знаю что меня там ждет но давайте пойдем я вижу что это какая-то пещера да или тот же самый перекресток судя по всему так здравствуйте так это не фирл дэнский орлы орлы по моему нет подождите что у нас вообще там фирл дэнский это мобари я просто вспоминаю вот украшение для скайхолда и я вот не помню чьи были птицы кунарийский нет ну вряд ли эльфийский блин ящий не помню забыла хоть его хоть убить из головы выбросилась эта информация вирдер тара символ победы на страницах этой книги воспоминания описан памятник возведенной всего за один день тьмой тьмущий рабов сообща обработавших глыбу камня размером с гору уже к вечеру на долину сверху взирает строгая фигура эльгарнана вытесанная из цельной скалы рабы же бесследно исчезли прищуренные глаза идолы и приоткрытый в реверот излучают яркий свет да здравствует эльгарнан первый среди богов пусть его победу помнят вечно окей так разрушенная библиотека найдена охереть можно извините пожалуйста господи вот это место и еще один иллювен и я вижу там это я вижу там яичко которое возможно нам еще один проход куда-нибудь откроет где мы возможно найдем кольцо кольцо всевласти my precious так вердертара изгнание недозволенных на страницах этой книги воспоминания показано сияющее обличие иванурисов изгоняющих воющего духа из окраины тени примыкающий к их земле раздается строгий и величественный голос за то что бросила народ в горькую годину за то что отказалась от от обличия и бежала туда куда не доходит земля да будет дебенкек с ей подобными изгнана из земель иванурисов но берегитесь искушенность формах дает им силу ходить по тропам самостоятельно по тропам видимо между иллювенами хоть их и можно сковать полностью от их злобы вас защитит лишь покровительство богов они не дозволены из земли что по праву наше окей блин я прям вижу тут эта самая тень так преломляется и вот там вот о смотрите а тут а чё вы видите этот иллювен который вверх ногами да офигеть так вирг диртара возвращение на страницах этой книги воспоминания рассказывается об эльфе идущем городу со стеклянными шпилями до боли синего цвета окрестности города утопают в тумане в котором виднеются блестящие жемчужные линии а по ним словно по земле прогуливаются таинственные фигуры кущи деревьев образуют огромные парки на тихих полянах которых под шатром из ветвей отдыхают эльфы некоторые их сородичи спускаются к реке бурлящий вокруг невидимых отмелей и наполняющий воздух громким журчанием подходя к раскрытым настежь воротам города автор воспоминания слышит отовсюду тихие голоса создающие атмосферу полной удовлетворенности окей слушайте тут часть о май о май обалдеть так я вижу там огонь я вижу вон врагов или это не это враги это кунари это кунари в доспехах я вижу вон там огонь я вижу вот здесь кунари в доспехах но они меня не замечают потому что они в перевернутом мире слушайте тут 3 офигеть еще один волк я что то вау слушайте это прям круто все что здесь происходит это прям очень очень круто и выглядит это все прям о смотрите что у нас тут есть очень личный дневник сэндала федика нечет сэндал вы помните мы вы помните да сэндал это сын бодена из второго драгонейджа сэндал он нам улучшал оружие помните вот это вот энчантмент он нам зачаровывал оружие по моему вот это такой типа по моему он напился лириума жидкого что ли или что то в этом роде такой гном дурачок еще по моему самый первый а слушайте они боден и сэндал они самой первой части в игре были и все время тут энчантмент вот это вот блин колдовство 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 Колдовство. Колдовство! Понятно. Только не говорите мне, что это Сэндл. Нет, это Кунари. Убитый кольями какими-то. Так, превосходная оскверняющая руна. Мать моя, в кедах. Усовершенствовать оружие можно. Но мне нечем. Драконы. Ну, я могу вот эту поставить, оскверняющую руну. Давайте ее поставим вместо руны против драконов. Потому что я не уверена, что у нас тут будут драконы уже. Вот, поэтому... Короче, если что, знайте, что я просрала руну против драконов. Либо я поставила правильную руну. Блин, ну это прикольно. Такая классная отсылка к Сэндлу. Я почему-то что-то у меня в голове отложилась, будто его зовут Рэндалл. Я что-то думала, что его Рэндалл зовут. Ну, ладно. Так. Какой-то там призрак уже виден мне издалека. Что происходит? Здравствуйте. Что-то. Какое-то там. Я研究. Я учебу. Я учебную пенсию. Я учусь. Зови, понимаешь, что не было потерянным. Новые слова. Новые история. Новые истории. Кунари не примах. Но мы тоже reapчаем их слова. Если бы вы захотели изучать знания, они собираются по верху стен. подождите то есть они чтобы вместить все знания библиотеку создали в пространстве которая не имеет границ обалдеть то есть они всю эту библиотеку перенесли вот на этот перекресток вот это вместо где все сходятся все иллювианы офигеть вот это прикольно очень интересно конечно получается вот эти фрагменты Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Эм, как это вообще? То есть, типа, это часть ее сознания оторвана от ее основного сознания? Или как это работает? Я не понимаю Так, я предполагаю, кто это мог бы быть? Но я пока промолчу Так, окей Я вижу вот там яичко, которое открывает мост, поэтому есть вероятно, так, слушайте, я сохранюсь на всякий случай, ну его нахер, блин, что-то здесь как-то все Да, это максимально странно, потому что и вода течет в другую сторону, то есть, вот я не понимаю, какая из частей вот этой реальности является правильной, то есть та, на которой стоим мы, или та, на которой стоит Кунари, а может быть они обе правильные, нахрен его знает? И, типа, возможно ли такое, что мы... Так, сейчас, простите, что-то... Приходят всякие странные семейски Ай, и возможно ли такое, что мы, пройдя через вот этот вот иллювиан, попадем в тут? Хороший вопрос Так, о, еще один иллювиан я вижу Окей Так, ладно, давайте пока исследовать вот это место Так, и здесь я... Ладно, короче У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у башня происходящего или не знаете ли ходит там себе гуляет скотиньяка так давайте пойдем дальше потому что так что это за место хрен его знает ладно разбираться будем по ходу дела внутренний двор здесь есть схрон а еще а еще тут два схрона мне не нравится то что я вижу это что здесь два схрона вирдер тара цветущий образ на страницах этой книги воспоминания описывается некое высокое и чрезвычайно изящно вьющиеся растения цветы которого были теплые как медный закат и большие как озера а на каждый лепесток можно было забраться с ногами в их запахе были смешаны сладкий лимон небесная гладь и дух умерщвления в тот день когда последний побег растение свернулся обмяк и навсегда увял автор воспоминания зарыдал и описав облик погибшего цветка и впечатление от него ушел в тнр если я правильно помню это типа вечный сон потому что древние эльфы вроде как не умирали а просто засыпали вечным сном цените память об этом растении ведь таких как она больше нет и к тому же никаких других воспоминаний я уже не оставлю так это конечно хорошо но куда мне пойти так у нас тут еще записи есть ага так вот место с этим так зря я наверно спустилась так я вижу там иллювиан вот оно место с этим я не могу выстрелить до отсюда надо прям близко к яйцу подходить может быть я с другой стороны выйду было бы конечно очень круто потому что я хотела бы там побывать в том месте так ладно вижу еще одну книгу вирдер тара столетний поединок на страницах этой книги воспоминания показана узкая площадка на вершине горы две фигуры в доспехах одна в золотых другая в черных сражаются друг с другом стоя на снегу сталь мелькает так быстро что в воздухе стоит непрерывный гул снег закапан кровью бойцы не останавливаются им некогда перевести дух тот что в черных доспехах не произносит ни слова когда клинок рассекает ему горло мудрая металл решила уладить спор между эльгарнаном и фаландином убедив их разрешить все поединком лучших воинов эльгарнан и фаландин согласились и свели в битве двух своих рыцарей решив не разжигать вражду между богами долгая память этим рыцарям и хвала мудрости металла и так вирдер тара внимательные слушатели на страницах этой книги воспоминания показана группа серьезных эльфов в лесном амфитеатре образованным живыми деревьями их стволы и ветки изогнуты и сплетены в ступени и скамьи для слушателей два других эльфа вместе с духом обучения по очереди рассказывают о способах изменения свойств материального мира при помощи заклинаний в конце дух с видом серьезного лектора выплывает вперед и неожиданно низким голосом ракочет неизменяемый мир хрупок сильные заклинания ведут к катастрофам и разрушениям неизменяемый мир упрям притяжение земли всячески сопротивляется приказам не позволяя огню течь подобно воде а камня улетучиваться туманом неизменяемый мир живет в своей гармонии слушайте без страха в сердце и вас ждут великие совершения так это конечно хорошо скорее всего этот или он приведет меня вон туда так я должна все здесь осмотреть тем более что здесь можно выйти о смотрите здесь можно выйти на более низкий уровень отлично на нижний уровень что сказал более низкий сначала так ага это уже иллювен с каким-то другим знаком и куда он меня приведет хрен его а он приведет меня вон туда скорее всего кунари да прошу прощения так но у нас тут еще записка вирди артара голубки на страницах этой книги воспоминания описывается влюбленная парочка которая играя сталкивается в воздухе направив тела друг друга для поцелуя и ласкается излучая волны жара словно полуденное солнце их танец текучно стремителен и кажется ему не будет конца решив никогда не расставаться любовники спрелись в радостный узел который не потеряет крепости много-много лет здесь же присутствует раздраженное замечание того кто проверил это воспоминание после его записи о боге уединитесь уже где-нибудь так давайте сходим вниз я просто вот в эти иллювены пока не очень сильно хочу заходить потому что это прям уже сильно меня куда-то далеко уведет я хочу немножко прогуляться вот здесь и посмотреть что здесь вообще происходит если тут вообще что-то интересное для меня судя по всему нет но хотя бы здесь можно осмотреть немножко панораму того места где мы окажемся потому что я так предполагаю что вот с этого острова мы перейдем вот на тот а потом по мостику вернемся обратно вот сюда в центр и скорее всего так будет оу боже мой смотрите чат гляньте там просто вот колеблется клубится прям энергия всей тени это выглядит стремно как-то если честно предполагаю что мы и туда и туда сходим и кстати еще один слишком сложно боже я путаюсь давайте мы тогда сейчас на этом пока что прервемся потому что вот эта вся беготня за местами где был вот этот вот огонь отняла какое-то количество времени я не очень знаю не представляю сейчас сколько серия в итоге займет после займет времени после монтажа поэтому на этом пока что все мы с вами продолжим следующей серии начнем вот с этого илювиана потому что он находится в отдалении двух других вот и посмотрим куда он может нас привести на этом пока все ставьте лайк если вам понравилась серия увидимся с вами в следующей и всем пока пока пока